Покорители мира Покорители мира С Оксаной Романчук Всего за 4 года Светлане Копцевой из Новосибирска удалось из любимого хобби вырастить успешный бизнес и открыть филиалы в Испании и Италии. Сегодня компания Копцевой производит ростовые цветы и декор, а также обучает учениц России и других стран искусству изготовления больших цветов. Будучи художником по образованию, о предпринимательстве молодая женщина задумалась в период декретного отпуска, случайно увидев инстаграм тайских мастеров по бумажной флористике. Направление для России было новым, учиться было не у кого. Сборку первых цветов Светлане пришлось придумывать самой. Не просто было наладить доставку. Цветы поначалу отправлялись в огромных коробках, что было дорого. Путем проб и ошибок предпринимательница придумала технологию конструктора и наладила серийное производство. Клиенты получают цветочные украшения для своего праздника в компактной коробке и собирают как конструктор. Благодаря рекламе в Инстаграм цветочные декорации Копцевой практически сразу нашли иностранного покупателя. В странах ближнего зарубежья, Европе и США, красивые и диковинно большие цветы, созданные вручную, заказывают, чтобы украшать свадьбы и витрины известных брендов. Среди клиентов компании такие марки, как Изабель Гарсия, Кошенели. Светлана, что для вас означает быть предпринимателем? В первую очередь быть предпринимателем – это значит уметь плыть против течения, перестать мыслить стереотипами и предложить миру что-то новое, как это делаем мы. Я убеждена, что для того, чтобы достичь успеха, очень важно быть новатором, а где-то даже бросить вызов обстоятельствам. Да, придется отстаивать свою точку зрения и доказывать, что ты можешь, но главное – верить и искренне любить свое дело, болеть им, постоянно развиваться в своем направлении и никогда не останавливаться на достигнутом. Необходимо уметь чувствовать возможности, которые нам даны, не упускать ни одной из них и, конечно же, иметь команду единомышленников. Не секрет, что работать всей командой на один результат – это успех уже на 80%. Нужно лишь правильно мотивировать людей, вместе ставить цели и двигаться вперед. А какие стереотипы о российских предпринимателях вам когда-либо приходилось разрушать? К счастью, в нашей нише с таким сталкиваться не пришлось. И это вполне объяснимо. В нашей сфере работают творческие и обладающие открытым умом люди. Они мыслят нестандартно, открыты к новому, готовы сотрудничать. Надо сказать, что они практически лишены каких-либо стереотипов. Поэтому мы всегда находим подход друг к другу и нам легко взаимодействовать, делиться опытом, объединяться для дальнейшего сотрудничества. Какой бы совет вы дали начинающему экспортеру, мечтающему покорить мир? Стройте свой бренд, будьте уникальны и правильно позиционируйте себя на рынке. Сегодня у каждого бизнеса есть огромные возможности для развития. Есть множество вариантов рассказать о себе, своем товаре, показать людям, что вы лучше других. Главное быть в тренде, узнавать новые способы продвижения бизнеса и тут же проверять их на практике. Поверьте, ваши инвестиции в знания и ваше дело обязательно окупятся. Пользуйтесь каждой возможностью рассказать о своем бренде. Не загоняйте себя в рамки, а лучше думайте, как вывести свое дело на международный уровень. Все, что от вас требуется, это идея и безумная энергия. А для решения технических задач у вас есть команда тех самых единомышленников. Помните, вы не обязаны знать все. У каждого должны быть определенный круг обязанностей. Изучайте рынок и хватайтесь за любую возможность заявить о себе. Светлана, расскажите, в чем, на ваш взгляд, главное отличие российского предпринимателя от зарубежного? И какую поддержку вы бы хотели получить от органов власти как экспортер? Я думаю, что в целом российский предприниматель мало отличается от зарубежного. Однако сегодня остро чувствуется нехватка более централизованных исследований зарубежного рынка. Это бы дало нам, российским предпринимателям, осознание того, какие у нас есть возможности для экспорта наших товаров или услуг, открытости бизнеса. Есть необходимость снятия существующих внешнеэкономических барьеров. К счастью, несколько лет назад в нашей стране появилась такая организация, как Российский экспортный центр, которому вверены эти функции в том числе. Будем надеяться, что ситуация в скором времени изменится в лучшую сторону, и российский бизнес станет конкурентоспособным не только внутри страны, но и в масштабах мирового рынка. Светлана, спасибо большое. Удачи в покорении мира вам и вашему бизнесу.